Она существовала задолго до появления игр для персонального компьютера. Когда-то давно задумывались они как психологический опыт, как средство излечения больных, но впоследствии оказалось, что это очень эффективное развлечение. В основу правил и сценария этой игры легли произведения классиков жанра фэнтези. В частности, он очень активно использовал творчество, понятно, Толкина, Пола Андерсона. Геймеры всего мира участвовали в создании сюжетов к этой игре. Выдали тебе перо, бумагу, пиши свой роман, а потом представляй его на суд зрителей. Долгие годы, пока игра находилась в разработке, миллионы фанатов жадно ловили в сети каждый новый скриншот, каждое новое интервью с разработчиками и ролики с фрагментами геймплея. Это как хороший коньяк, с годами становится лучше. Сегодня мы отправляемся в путешествие по забытым королевствам игры Neverwinter Nights. Началось все еще в середине далеких семидесятых, когда бывший страховой агент Гарри Гигакс придумал и выпустил в свет игровую систему, носившую гордое название Dungeons & Dragons. D&D – свод правил, по которому живет мир настольной игры. Он определяет все – географию мира, его обитателей, боевую и магическую систему. Правила в первой версии придумал Гарри Гигакс. Использовал он для того, чтобы сделать некий абстрактный ДНД-мир. Несколько разных писателей-фантастов. В частности, он очень активно использовал творчество, понятно, Толкина, Пола Андерсона с его «Три сердца и три льва», Джека Венса, из которого он взял магическую систему. В настольные ролевые игры играют обычно группами от трех до десяти человек. Один из игроков является ведущим. Он придумывает мир и населяет его всевозможными существами. Остальные игроки в этом мире живут. Ведущие придумывают для них разные задания, и игроки отправляются на их выполнение. Элемент случайности моделируется многогранными кубиками. Соответственно, если мы видим надпись что-нибудь вроде D20, это значит, что для определения этого параметра бросается кость с двадцатью гранями. Соответственно, любой из выпавших показателей, например, шесть, будет определять, например, силу твоего удара по врагу. Или, например, силу твоей защиты. Эта система очень хорошо отлажена. Такое удачное сочетание четких правил и полной свободы фантазии позволило ролевым играм обрести огромную популярность во всем мире. В нашей стране, правда, в них играет всего полмиллиона человек. А в мире счет идет, боюсь, на сотни миллионов. D&D стала исключительно популярной. У нее появилось множество аналогов и вариаций. Компания, создавшая D&D, затем выпустила более сложную редакцию правил, назвав ее Advanced Dungeons & Dragons, которая оказала наибольшее влияние именно на компьютерные RPG. Все появившиеся на PC и прочих платформах игры либо брали D&D в чистом виде, платя за лицензию немалые деньги, либо некоторым образом перерабатывали ее. Самые первые компьютерные игры на основе правил AD&D это Ultima и Wizardry, вышедшие в 1980 и 1981 годах. Шли годы, правила постоянно совершенствовались, разработчики выпускали все новые и новые продукты. Но геймеры ждали чуда. Такой игры, которая позволит надолго и с интересом погрузиться в виртуальный мир. И вот, в 2002 году, свет увидела игра Neverwinter Nights от команды разработчиков BioWare. Игра Neverwinter Nights меня привлекает прежде всего тем, что в ней реализована большая свобода действий игрока. Neverwinter Nights интересна тем, что она впервые попыталась дать возможность использовать именно те наработки, которыми славно настольные игры. Изначальной задачей этого проекта была точная реализация настольной ролевой игры в компьютерном варианте. Основой Neverwinter Nights стала третья редакция правил AD&D. По задумке создателей, ей предстояло повторить успех в великой Болдерсгейте. Мы пытались сделать игру, которая будет соответствовать правилам AD&D. Это было не просто так, как то, что прекрасно работает в настольной ролевой игре, обычно не годится для компьютера. Поэтому нашей основной задачей было адаптировать правила таким образом, чтобы они хорошо подходили для компьютерной игры, чтобы геймплей был на высоте, и, повторюсь, это было весьма сложно. В те времена рынок был переполнен шутерами от первого лица, и игровая общественность, уставшая от суетливой бегатьни по бесконечным коридорам и однообразного отстрела всего и вся, требовала чего-нибудь для души. Игроки хотели видеть красивые и запоминающиеся локации, выполнять интересные задания и общаться с по-настоящему живыми героями. Вот поэтому мне очень нравится эта игра. Мне нравится то, что там действительно есть честная свобода. Не когда тебя подгоняет сюжет по узкозаданным рамкам, по узкозаданному коридору сюжета, а когда там есть именно свобода действий. Но свобода передвижения по миру, выбора персонажей и квестов, о которой так любят говорить игроки, давалось разработчикам очень непросто. В течение пяти лет над ее созданием трудилось более 75 человек. Результатом работы стал огромный виртуальный мир, тысячи скриптовых сцен, более ста часов захватывающего геймплея, сотни всевозможных монстров. Естественно, привлекает еще и графика, она достаточно неплохая. Привлекает и сюжет. Очень сильно привлекает сюжет. В корпорации Биоваре работают профессионалы, сценаристы, которые тщательно работают над сюжетом, они не новички в жанре фэнтези. Иногда привлекаются люди вообще, писатели, которые пишут сценарий. И тут возникает ощущение диалога с автором. А это, я считаю, ключевой элемент, который заставляет проходить игру до конца. Это диалог с автором. Как автор развернет дальше сюжет? Это, получается, как бы диалог двух очень умных людей. Один рассказывает другому историю, а другой внимательно слушает. История Neverwinter Nights разворачивается на бескрайних просторах Forgotten Realm, одной из самых популярных вселенных D&D. Город Neverwinter охватила страшная чума, день за днем уносившая все больше и больше его обитателей. Задача игрока — выяснить причины происходящего и найти способ спасти оставшихся обитателей города. Для этого нам нужно пройти немалый путь — исследовать около 25 игровых модулей. Модуль — это комплексный сценарий, согласно которому происходит приключение персонажа. Модуль не просто повествовательно описывает ход событий, но и предусматривает всевозможные варианты их развития, зависящие от того, как именно поступят герои в определенных ситуациях. Там есть и предательство, там есть и сложные решения, которые принимает этот правитель и игрок. Опять же, большое значение влияют побочные истории, сюжетные персонажи, которые помогают герою главному. Игроку на выбор предлагается семь раз. Люди, эльфы, полуэльфы, дворвы, гномы, халфлинги или полурослики и полуорки. Далее определяется класс персонажа. В Neverwinter Nights существует 11 классов, в том числе паладин, друид, колдун, монах и варвар. После определения класса следует выбрать мировоззрение персонажа. То есть я могу выбрать любого персонажа. Я могу настроить то, как он выглядит, цвет волос, цвет лица. Я могу выбрать то, кем он будет в виртуальном мире этой игры. Как он будет себя вести. Все его поведение находится в моих руках. Я могу отождествлять себя с этим персонажем. Все персонажи, помогающие герою в прохождении, обладают уникальной историей. Иногда комичной, а иногда и трагедной. История, например, с паладин Шайри Бет, которая ради любви изменила своему долгу, в общем, была достаточно заметной и выделяющейся. За пять лет работы над игрой поменялось многое. Повышалась мощность процессоров, сменялись поколения видеоускорителей. Художникам и дизайнерам пришлось несколько раз переделывать заново чуть ли не всю графику и спецэффекты, а также изменять дизайн большинства уровней, чтобы соответствовать самым высоким требованиям. При этом Neverwinter Nights стала одной из самых больших и амбициозных игр от BioWare. Еще в первой части Neverwinter Nights был специальный инструментарий, чтобы создавать собственные игровые модули. Это являлось существенной частью игры. Используя XML-движок, вы практически можете создать собственную игру. Некоторые люди создают свои модули на протяжении двух лет. Это говорит о том, что люди действительно окунулись в мир игры и оценили все те возможности, которые разработчики дали им для создания своих собственных мини-шедевров. Тысячи пользовательских шедевров вот уже который год обеспечивают абсолютно уникальное положение Neverwinter Nights в игровом мире. То есть фактически выдали тебе перо, бумагу, пиши свой роман. А потом, представляя его на суд зрителей, зрители могут поставить тебе оценку за него. Тем, кто работает с настольными играми, давно и хорошо известно, что лучшие сценарии, лучшие модули, как их принято называть у ролевиков, делаются отнюдь не профессионалами. То есть, когда вышел Neverwinter Nights, некоторые серьезные журналы хихикали на тему того, что вот, дескать, что же они надеются, что студенты там в свободное от работы время, от учебы время напишут лучше, чем профессионалы, которым за это деньги платят. А те, кто разбирался в ролевых играх, говорили, конечно, напишут, потому что так всегда было. Смотрите во второй части программы. Почему Neverwinter Nights 2 можно считать народной игрой? Разработчики воплощали то, что хотели игроки. Они спрашивали, что вы хотите, что можно улучшить, что необходимо улучшить. Что думают о российских геймерах на Западе? Российские геймеры самые хардкорные. С какими проблемами столкнулись переводчики компании Акела при адаптации диалогов? Они, в принципе, цензурные, но хочется их перевести по-нашему, чтобы это было по цветасти. Какие изменения ждут игроков в продолжении игры? Много внимания уделялось набору дополнительного инструментария, являющегося очень-очень важной частью игры, ведь с его помощью любой игрок может создать свою собственную Neverwinter Nights 2. Все это и многое другое в программе Икона. Мы возвращаемся в город Neverwinter забытых королевств. Мир, который населяет пять десятков видов монстров, восемь рас и двенадцать классов персонажей. Какие бы хорошие сценарии не создавали геймеры, все-таки прогресс не стоит на месте, и постепенно Neverwinter Nights, вышедшая в 2002 году, стала терять свою привлекательность. И вот после двухлетнего перерыва разработчики приступили к созданию продолжения. Команда хотела улучшить, но не переделывать игру, так как первая часть была очень популярной. Они реализовали большинство пожеланий. Конечно, в их числе были лишь те, которые имели смысл, так как спроси любого геймера, у него будет тысяча запросов, поэтому команда тщательно фильтровала поток пожеланий, выбирая только то, что действительно делало игру лучше. Вся ответственность за разработку сиквела была возложена на плечи молодой американской компании Obsidian Entertainment. Первая часть игры создавалась компанией BioWare, вторая — компанией Obsidian под общим руководством Atari. Obsidian наняла много сотрудников, которые не понаслышке были знакомы с Neverwinter Nights. Многие из них принимали участие в создании Baldur's Gate и других игр из этой серии. Это настоящие профессионалы. В конечном итоге получился абсолютно новый графический движок, а также кардинально переработанный интерфейс, ставший более функциональным и при этом более лаконичным и удобным. Ну, разумеется, технические отличия явно видны. Все-таки первый Neverwinter вышел уже очень давно, второй выходит сейчас, и планка техническая, она соответствует сегодняшнему дню. Он, в принципе, очень красив, это можно сказать без всяких зрений совести. Каждая новая версия игры стремится быть красивее предшественницы. В случае с Neverwinter Nights мы проделали хорошую работу по этой части. Во-вторых, это первая компьютерная ролевая игра, в которой реализованы правила AD&D версии 3.5. Кроме того, вы можете играть с вашими друзьями. Вы можете пройти всю игру от начала и до конца как в одиночном, так и в многопользовательском режиме. Основное действие в игре происходит в городе Neverwinter и его окрестности. Однако, чтобы у игрока не возникло путаницы в локациях, фигурировавших в первой части, было решено перенести время событий на несколько лет вперед, когда мир будет практически неузнаваем. Но изменился не только город, но и герой игры. Главный герой начинает игру ребенком, живущим в деревушке. Вы становитесь свидетелем происходящих вокруг войн, а в дальнейшем, выполняя цепочку квестов, сражаясь с темными силами, превращаетесь в героя. Вам суждено остановить кровопролитную войну между городами-государствами Лускан и Невервинта. Так начинается эпическая сага расторгнутых союзов, благородных подвигов и темных интриг, о которых еще долгие годы будут слагать легенды жителей королевств, передавая их из поколения в поколение. Помогать в нелегкой борьбе с силами зла героям будут три попутчика. Полностью переработанная система диалогов позволит при общении видеть не статичную картинку персонажа, как это было ранее, а его анимированное лицо. Те, кто давно играет в серию Neverwinter Nights и проходил все модули, они рады тому, что вышла новая какая-то часть игры, которую можно изучать, можно закапываться в те преимущества, которых раньше они не знали, возможно, развить своего собственного персонажа другого класса. Также разработчики компании Obsidian изменили ролевую систему, добавив еще не встречающийся в компьютерных играх класс персонажей. Класс чернокнижника Warlock, он, конечно, принципиально новый для компьютерных игр, в общем-то, в базовых правилах ДНД его нет. Warlock, в отличие от традиционных классов, использующих магию, набор заклинаний у него ограничен. При этом Warlock способен применять их в неограниченных количествах, без перерыва. Яркий и насыщенный мир Neverwinter Nights 2 открывается перед нашими глазами не только благодаря главному герою, но и при помощи его спутников. Отношения, которые складываются в команде, напоминают отношения внутри группы живых людей. Кому-то, кто отличается высокими моральными принципами, может не понравиться, что вы что-то украли, и он покинет команду. А другой, на дух не переносит добрых людей, и, разругавшись с вашим компаньоном-паладином, уйдет дальше творить зло. У каждого, кто способен к вам присоединиться, своя история жизни, свои проблемы и переживания. Ваши напарники могут попросить вас помочь в каком-нибудь деле, причем иногда это происходит совершенно внезапно. Выбор реплики там, на мой взгляд, похитрее, чем даже в знаменитом Fallout. Здесь персонажи очень яркие, они написаны с душой, и они зачастую влияют не просто на ход игры, но и на развитие сюжета, на какие-то раскрытия каких-то ситуаций. За локализацию игры в России взялась компания Akella. Чтобы отечественные геймеры целиком смогли оценить все прелести Neverwinter Nights 2, над проектом трудилась специально выделенная группа локализаторов, которая занималась только этой игрой. В нее вошли лучшие переводчики, сильнейшие специалисты в системе AD&D и знатоки первой части игры. А работа предстояла большая. Пришлось перевести и адаптировать около 5 мегабайт текста. Это примерно 2500 страниц. Диалоги не то что тяжело, знаете, чем они интереснее, чем они затейливее, тем лучше переводчику, потому что все-таки это интересно. И я могу сказать по сравнению даже с другими играми, здесь вот на славу подпостарались те, кто их писал. Зачастую очень даже смешно, и если цитировать, то смеялись всем офисом. В разговорах у игрока будет возможность проявить навыки дипломатии. Можно блефовать, запугивать, обманывать, проявлять сострадание и сочувствие. В игре зачастую проще разобраться с противниками словом, а не мечом. В диалогах был замечательный момент, когда сходит компаньон игрока, а там такая разношерстная компания, и в этом случае там был двор, такой серьезный двор в коренастой, и он постоянно на ножах с демонессой воровкой, то есть у них полная противоположность, они и в мировоззрении никак, и постоянно друг друга подкалывают, и когда был спор, они соревновались в ругательствах. И тут они соревнуются, вступает еще одна могиня, и говорит, о, типа, новички ничего не понимают, даже не знают как, и говорят, ну давай, научи нас. И она там шлет трехэтажным, конечно, не матом, но вообще интересно, я надеюсь, что после моего перевода это тоже будет заметно. Основная сложность, возникшая у переводчиков компании Акела, в передаче экспрессии диалога по оригиналу. Ну, всякие проклятия, там, иди в жопу и так далее, есть такие места. Здесь можно отыграть любую роль. Это ролевая игра в самом полном смысле этого слова. Ты можешь быть хоть злым воином, хоть каким-то добрым паладином, и игра позволит тебе быть тем, кем ты хочешь. Здесь можно творить все, что угодно. И это действительно так. Ведь во второй части игры тоже будет обновленный редактор, который позволит игрокам создавать свои собственные модули. Вы можете поменять практически все, создать собственный тип игры, изменить графику, игровую механику, квесты, вплоть до интерфейса. Используя XML-движок, вы фактически можете создать собственную игру. Это очень важно, так как в Obsidian пришло множество пожеланий от геймеров. Они хотят делать собственные игровые модули на базе Neverwinter Nights 2. Редактор Neverwinter Nights 2 проще с точки зрения интерфейса, чем в первой части. И в то же время мощнее. Игроки могут лепить ландшафт, как из глины, смешивая текстуры и накладывая их до шести слоев, а затем засаживать местность растениями. Изначально будет доступно более 70 базовых видов монстров, легко поддающихся модифицированию. Из одного типа монстров можно будет создавать множество подвидов, разных размеров, разного цвета и с разными характеристиками. Правда, все эти возможности сказались на системных требованиях игры. Системные требования жестокие. По сравнению с ними Oblivion просто вот досовская игра. Для того, чтобы получить удовольствие от Neverwinter Nights 2, вам понадобятся рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц Intel Pentium 4 или эквивалентный. 1 ГБ оперативной памяти. 4,9 ГБ свободного места на жестком диске. И видеокарты AT Radeon X800 Series, NVIDIA GeForce 6800 или видеокарты более высокой производительности. Но, по мнению компании Atari, это не станет помехой для геймеров, и уж тем более для россиян. Российские геймеры, по сравнению с геймерами всего мира, самые хардкорные. Живой, яркий, почти осязаемый мир, вместивший в себя оживленные городские улицы и глубокие пещеры, безлюдные леса и живописные руины древних крепостей, с каждым днем притягивает все больше и больше игроков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова